Вот этого я щас задавлю, вот я щас задавлю! А! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Чё, опять это дебану не там всех разматывает? Щас оценим! Ха-ха, дорогие друзья, всем здорова! Вышло по БГ Мобайл, с вами Такси, сейчас мы сделаем обзор, займём топ-1 по-любасу. В общем, я буду разматывать раков и бомжей. Нам нужно выбрать фейс. Не который фейс, который Запад роняет, а вот нормальный фейс, который мы сейчас с вами в режиме кастомизации персонажа выбираем. Так, это у нас первый фейс был. Прическа, я не помню какая прическа, но мне кажется вот это вот. Мне кажется либо вот это, либо следующее, вот это. Короче, давайте что-нибудь выберем, посмотрим как мы смотримся. Потому что шмота у нас нету, мы будем голые падать с вами по-любому. Игра бесплатная, вышла в iTunes. Я пытался её скачать, ставил китайский iTunes себе, пока ставил. Китайский язык выучил. Так, блядь, извиняюсь за мой китайский. Почему волосы красные тут есть? Я просто давно не создавал в обычной ПБГ своего персонажа, и поэтому для меня несколько это удивительно. Ну я ж, понимаете, своего своего персонажа, на нём и играю. Я как-то давно играл за тёлку, и поэтому я решил посмотреть, что ещё у нас в тёлочках есть. Губастые они после релизной или нет? Как-то звучит странно. Губастые после релизной. Хех, как обзывательство. Давайте введём ник обязательно такс, если его не заняли. Если его заняли, то в принципе это нормально. Если нет, то для меня это будет удивление. Потому что я пытался как-то поиграть в... Вау! Его не заняли. Поиграть в ту игрушечку, помните, да? Я забыл название. Rules of Survival. Хай. А, мне предложило высокие настройки, слушайте. Напоминаю, играю я с 10-го айфона. Поэтому, скорее всего, в монтаже мне придётся сделать две полоски. Экран широкоформатный. Нам дали бипишки такие же, собственно говоря, очки опыта, как и в обычном ПБГ. Это тоже интересно. Так, шмоточки. Типа, по несколько дней, если играешь, тебе дадут шмотки. У меня режим скват сейчас тыкает, да? Скват. Ну, вот такой вот у нас голый персонажик с вами. Сейчас мы посмотрим менюшку. Миссии. Давайте зайдём, собственно, посмотрим, что за миссии. А, Daily Battle. Ну, в принципе, какие-то простые миссии здесь добавлены для интереса, чтобы оставалась публика в игре. Прицел. Давайте я зелёный сразу поставлю. Белый я не хочу, не люблю белый. А им ассист. Это легально аим в игре, как я понимаю. Давайте его оставим, потому что мы ещё даже не знаем, как управлять игрой. Потому что я первый раз запускаю привас, она только у меня докачалась. Так, это я всё понял. Ну, давайте с настройками мы не будем ничего шаманить. Потому что, скорее всего, игра настроена нормально. И поменяем на соло режим. Пока что я в соло поиграю. Но, если вам понравится, я буду играть в соло против сквадов. В этой игре в PUBG Mobile. Ну, почему? Потому что у меня много зрителей, 50% смотрят с телефона. И, собственно, эта игра для вас, пацаны, должна быть интересной однозначно. Итак, мы появились на острове. Точно такой же остров. Такие же текстуры. Абсолютно такие же текстуры. Ну, просто всё такое же. Прям такое же, слушайте, всё, да. Немного мыльно. Ну, конечно, для оптимизации. Мобилки и мобилки всё равно, как бы. Сами понимаете. Карта такая же, карта такая же. Ну, понятно, что это у нас Эрангель. И здесь все те же самые починки, военки, тюрьма, школа. Всё здесь есть. Ясная Поляна, Георгополь. Всё на месте. О, кстати, интересно карта работает. Там такую траекторию показывают, в общем-то. Бегаем мы вот слева, как вы видите. Так, это у нас какие-то команды даже можно команде отдать. Команды команде. Нашему скваду, собственно. Так, прыгать на эту, лежать на эту. Можно садиться, вставать на ту же кнопку, нажать. Это у нас инвентарь. Угу. Это драться. Ну, в принципе, всё понятно. Так. В принципе, всё понятно. Матч начинается через 6 секунд. Мы уже полетим. Я ничего не буду вырезать. Я оставлю всё как есть. Покажу вам всё как есть. Потому что, мне кажется, вам это интересно. 100 человек. В кабине. Собственно говоря. Почему в кабин? Кабин. Это же, типа... Ну, неважно. Показывается траектория, по которой мы с вами летим. Это удобно. Это удобно. В обычной пубоге этого мне явно не хватает. Если ставить на военку, смотрите, да? На туда вряд ли падать буду сейчас. Или на рожок, допустим. Показывать, сколько, собственно говоря, метров, километров остаётся до нашей нужной точки десантации. Вот. И, собственно, как этот промежуточек будет сокращаться, можно прыгать. Это удобно. Это очень удобно. Серьёзно вам говорю. Мне надоело пальцами замерять на мониторе. Я уже весь монитор облапал. Я чем только не меряю, чтобы поровнее прыгнуть, чтобы каждую секунду сэкономить. Кстати, насчёт рожка. Мы в рожок всё-таки или в починке? Мне кажется, можно прыгнуть в починке, потому что траектория чисто над ними идёт. Давайте-ка реально. Я так думаю, 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 думаю. В починке всё. В починочке однозначно. Давайте точечку себе поставим, чтобы ещё раз показать лишний раз, что до точки у нас на карте показывают траекторию, как и до зоны. Это удобно. 234 километра в час. Летит с такой же скоростью, как и в обычной ПБГ. В общем... Да и звуки такие же. Давайте посмотрим, починки ли здесь такие же. Это интересно. Так, вот с парашютом, смотрите. Какая ситуация у нас. Немного по-другому. Немного по-другому, потому что этот движок мне напоминает тот же самый движочек, что и в Rules of Survival были. Rules of Survival. Ну, слушайте, починки так починки, да. Дома такие же. Текстуры такие же. Мне кажется, разработчики отдали все текстуры. Ну, потому что они прям такие же все. Блин. Ну, вроде так же всё. Мне нравится. Мне нравится. Мне очень нравится. Я уже не чувствую разницы. Это для меня странно. Для 20-летнего дебила, для меня это крипово. Потому что мы в школе в своё время... У нас сименсы были кнопочные. Мы удивлялись. Вообще любой игре 2D-шной. А тут, извините, у меня в мобиле PUBG, которая вышла год назад. Так. Кстати, поднимает дроп. Вот жёлтенький. Видели, да? Он подсвечен был. Он его автоматически, значит, подбирает. Я сейчас ничего не нажимал. Значит, здесь сделано так, чтобы ты не тратил на это время. И самый лучший дроп у тебя поднимался автоматически. Паркур. Давайте проверим паркур, имеется ли в игре. Так вот, я не могу к окну подойти нормально. Вот через это не хочется на окно перепрыгивать. А вот через это если? Ммм. Это всё. Это лучшая игра. Мне нравится. Она максимально сделана так же, как и сейчас выглядит по БГ. Немного, конечно же, отличия есть. Ну, это ж мобилка. Ну, не будем на этом зацикливаться. Давайте вникнем сейчас уже в игру. Полутаемся. Нам же нужно нагнуть бомжей. Мы же не просто так зашли посмотреть, как здесь всё работает. Я же... Батя, меня... Чё, меня просят на стриме. Лёх, поиграй в эту игру. Я такой, ну, блин. Не могу я зарегать китайский антинус. Вот не могу. Просит Free Fire. Просит Rules of Survival. Кстати, тот ролик хорошо собрал. Поэтому и давайте здесь хорошо соберём лайков. Однозначно, пацаны. Энергетик. А пистолет что-то он не подымает сам. Но в починке прыгали люди, я видел. Поэтому давайте... Так, двери с таким же звуком открываются. Всё с таким же звуком, пацаны. Всё с таким же звуком. О, касочка. Давайте её подберём. Бандажи. Так, вот я встал. Ага. Всё, и он подобрал. Немного бывают задержки всё-таки. Задержечки у нас имеются. В том плане, что он не сразу лут у меня сейчас подобрал. Хотя вот в том первом доме нормально было. Так, по зоне. Мы в зоне. Да. Хорошо, что я вражок не прыгал. Потому что я бы сейчас оказался за зоной. И я вообще всю серию бы бегал. Так. Стрельба. И как будто бы в меня. Это что? Это что, дерзость? Мне нравится. Мне нравится, что меня сразу дерзят уже. Я люблю. Потому что в обычной ПБГ хрен вытащишь народ. Но у меня из-за рейтинга, конечно, всё это. Здесь-то я первый раз. И рейтинг у меня нулёвый. Блин. Я мискликнул. Я мискликнул. И сейчас привлёк к себе внимание. Кстати, и в Руэлс оф Сурвайвл, когда играл, я тоже мискликал. По стрельбе именно нажимаешь. И всё. Всё. Тебя все палят. Все знают, где ты находишься. Броня. Ну, в принципе, лут неплохой. Ну. Ладно. Ладно. Это издержки мобильных игр. Когда у тебя просто ставится на паузу. Братишка, у тебя телефон. Телефон садится. Арбалет. Слушайте, а мы что? А может арбалет челлендж сразу сделаем, а? О. Вижу бомжа спереди. Привет. Ну что? Прощайся. Выходи из игры. Сам выйдешь, или я тебя выгоню? Смотрит. Что он делает? Что он делает? Ой. Он в меня пытается пострелять. Смотрите. А, патроны. Патроны на дробовике у нас. Ещё и в окно попало. Нормально. Умирай, сэр. Чашечка пизды. Распишитесь. Деливери. Бомж. Приехал. Ну давай. Умираю уже. Почему я так уверен, что он умрёт? Слушайте, я дробовиком, всё-таки, а? В меня стрелять? Мне так... Ну ладно, это фраг. Это красивый первый фраг. Ну, мне нравится. Я понимаю, что сейчас мне дадут диких ракообразных существ. Просто реально. Раки в атаке. Энергетики пьём. Ну, слушайте, удобно сделано, что хилки вот под левую кнопочку. Так вот. Ну вот, снизу они, собственно, вы видите на экране. Красная зона. Также у нас имеется. Ну, я уже не буду ничему удивляться. Здесь имеется всё то же самое, что и в обычной ПБГ. Один фраг у нас с вами есть. И мне кажется, в него кто-то стрелял. Кто-то стрелял, и это явно не он был. Я вот пытаюсь подумать, откуда стрельба отошла. Я не понял. Вот самое главное. Очки подберём. Нормально. Так, вот инвентарь, собственно, наш. Шприцелы, пистолеты. А-а-а. У нас только два слота на оружие, кстати. Вот что я заметил. Два слота на оружие. У нас нету третьего слота. Мы можем таскать с собой только две пушки. Так, давайте попробуем подчилить в этом доме. Потому что мне казалось, что в него стреляли с какой-то другой стороны. И, возможно, ещё это тот чел, который стрелял в меня, когда я был в доме на крыше. Потому что людей здесь нормально. Ну, человек пять, наверное. Человек пять здесь может быть. Моя задача всех размотать. Потому что вы меня позвали сюда. Я, собственно, рад. Рад сделать для вас контент. Я рад для вас убивать их. Уничтожать. Насиловать. Вот первого я вообще насиловал за дробовика в окно. Но у меня была выгодная позиция. Потому что мой скилл. Но, извините меня. Я во всякие игры играть умею. Тем более, вот, батл рояль. А-а. Дробовички, смотрите, у меня ещё подобрались. За место пистолета. То есть игра посчитала, что мне нужно два дробовика. Ну, ладно. Пистолет я явно брать не собираюсь. И у меня есть бомж, который здесь, собственно говоря, и помер. Я с него заберу какой-нибудь лут. Стрелял он с чего-то такого, знаете, пулемётно-огнестрельного. Это логично. У него патроны быстро летели. Это был либо МК. Хотя нет. Мне кажется, это Юмб был. Либо Юмб, либо УЗИшка. Патроны слишком тихие были. Выстрелы, точнее. Так, ну давайте посмотрим, как у нас происходит момент лутания. Так, мы подходим. Появляется ящик. Он начинает автоматически пылесосить дроп нужный. Так, третья касочка. Обязательно забираем её. Ну и всё, в принципе. Он приодет был. Но я обещал быть сегодня голым бомжом, который размотает всех голыми пятками. Ну что? Как басой Алладин. Я привёз вам пиздин. Маслин. Ай, маслину словит кто-нибудь сейчас. Так, ладно. У нас, интересно. Рядом не падает. Ну и ладно. Так, у нас есть Юмб и есть дробовик. Пока я хожу в домах, я использую дробовик. Это логично. Патроны зелёные. Кстати, удобненько. Удобненько. Слушайте, мне нравится. Мне нравится. Управление интуитивно. Я не мучаюсь сейчас, серьёзно вам говорю. Мне легко и понятно всё. А-а-а. А мне так казалось, это галлюцинации. Вы слышите, да, это? Очень громко. Так, он вот где-то здесь. А, вижу, 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 вижу. За будочкой вон он. Так, давайте прицелом попробуем пострелять. Ага. Так я не могу его убить. А прицел, если достать? Ха-ха. Хэдшот, мэн. Второй килл. Отлично, неплохо. Так, мне неудобно. Я, правда, на стуле сижу, слушайте, я записываю. Это же как обычный летсплейн, но не в монитор смотрю, а в телефон. Это немного странно для меня. Всё равно. В него ещё кто-то стрелял. В это явно слышали. Я тоже это слышал. Интересно, кто это мог быть и откуда. С какой стороны. Так, я вон там видел, бомж пробегал. На дальнем доме. На котором я обычно играл только с релиза игры. Ну, ещё с бета-версии, точнее. Когда там в апреле вышло того года ещё. Уже год ведь, как по сути. Вот я обычно там кантовался. И я понимаю, какие здесь нубы. Ну, слушайте. Стрельба приятная. Приятная стрельба. Отдача, отдача. Всё классно. Красиво просто. Конфетка. Игра-конфетка. Серьёзно. Рекомендую. Явно получше будет Руллисов в Сурвайвл. Сегодня часто её упоминаю. Но это единственный опыт мобильной батл-рояль игры у меня. На памяти. Собственно, я один раз в неё поиграл. Одна единственная катка. И это была единственная катка топ-1. Вот. Мне нужно дождаться того бомжа. У нас красная зона высовываться мы не будем. Максимальная игра похожа, потому что починки всегда в красной зоне. Вы же понимаете. На Эрангеле починки это всегда красная зона. Это всегда бомбёжка. Это всегда на улице. Да. Я опять мискликнул. Опять. Да. Я хочу дождаться того чела. Потому что у меня выгодная позиция. Пока он наводится наверх. Слушайте. А может эти два фрага я за счёт этого и сделал? Что я наверху нахожусь? А? Подумайте сами. То есть с мобилки мне нужно наверх тянуть ещё прицел. И они все поголовно бегают стоя. Они не присаживаются. Они не пригибаются. Они не ложатся. Я хочу поднять себе рейтинг. И показывать вам красивые, потные, крутые катки. Ну и сейчас в принципе я на уровне. Потому что я же первый раз зашёл. Да. Я не первый раз возможно. Может второй. Я не знаю. Но всё справедливо. Всё по рейтингу. Сейчас я вам покажу как скилл из ПБГ. Интерпретируется обратно в ПБГ. Логично, да? Я так подумал, что я какую-то чушь несу. Давайте посмотрим, что у него было. Всё-таки я не люблю чилить. Я не люблю ждать. 4Х. Интересно. Тоже нужно будет его проверить сегодня в бою. Как он вообще работает. Так. Вот так удобнее, кстати, у меня лутация. Я понимаю хотя бы, что у меня есть, что есть у него. Но для этого нужно две кнопки нажимать. Это немного время теряется. Ну, собственно, ничего с него забрать нечего вообще. Третий шлем давайте я обратно заберу. Потому что он такой же по пробитости. Ну, давайте, 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 давайте. Пойдём дальше домики с вами посмотрим. Вот, например, этот домик. Что здесь есть? Бинтики, прицелы. Вот бинт он сам подбирает, как вы видите. Удобно. Так. Подберёт ли он? Ой! Просто блаженство. Вот за меня бы в ПБГ обычно так он вот делал. Я бы просто цены бы не знал в этой игре. Здесь он прям за меня всё подбирает, что получше. Всё сразу пылесосит. Удобно. Красиво. Аирдроп, значит, он также должен лутать очень быстро. Чел спереди. Так. Закрываем инвентарь. Сейчас нам нужно с вами его изнасиловать. Третий фраг прибежал сам ко мне. Это хорошо. Так. Мне кажется, он должен зайти, нет? Или он вообще меня не слышал? Мне кажется, он меня не слышал, поэтому... Поэтому... А где он? Я его не слышу. Давайте выйдем, посмотрим. А, вот он. Привет. Привет, что мы тут делаем? Умираем, да? Умираем! Умираем! Ещё и хэдшотом. Красиво. Забрали ещё одного. У нас уже три фрага, хотя игра только началась. 60 в живых, а я уже трёх настрелял в игре, в которую я зашёл в первый раз. Ну как? Я даже не знаю, вот серьёзно, смешанные чувства. Вроде как бы и в первый раз, но вроде как и в 21-й. Хэ. Опять бомбёжка. Я могу сегодня на улицу-то уже выйти? Нет себе позволить. Для меня-то в починках непозволительная роскошь прогуляться по улице. Нам нужно ещё этого чела облутать. У него, кстати, были донатерские шмотки. Жёлтый и... Жёлтая курточка. Вот. Она же в обычной-то ПБГ денег стоит, где-то в районе косаря. Ух! Интересно, сколько она здесь стоит? Так, давайте проверим, как 4Х, кстати, стреляет. Ну, патроны летят, собственно, вроде бы так же, как и в ПБГ. Баллистика, оружие весьма... Похоже. И... Блин. Скоро будет сужение через минуту. Я в красной зоне. Мне... Нельзя выходить на улицу, потому что я могу умереть от бомб. Но я их не слышу, когда они начнут бомбить. Почему так долго? В обычной ПБГ красная зона буквально тебе 10 секунд. 15 может даёт. Ну, 30, я не знаю точно. Собственно, я пока потусую здесь, потому что зона, как вы видите, она идёт на меня. И челы, собственно, со школы, с рожка, с руин, они могут идти через починки. Вполне вероятно, ещё кто-нибудь здесь пробежит. Это не исключено. Тем более, красная зона, я должен дождаться, когда она начнёт бомбить. Потому что, ну... Если я в ней сдохну, в первой катке обещал показать топ-1, и... Ну, это будет, блин, некрасиво. А вот она начала бомбить. Нужно было просто дождаться. Кто дождётся, тот всё получит. Давайте выпьем энергетики, потому что у нас немножечко не хватает ХП. Заодно проверим, как они работают. Или я уже проверил? Я чуть не помню даже, слушайте. Нам нужно... А! Я ж на мост хотел ехать, пацаны! Всё, сейчас поедем. Надо тачку найти. Заодно проверим, как тачка ведёт себя, как она ездит в этой игре. Нужно всё проверить, нужно всё вот прям пощупать. Максимально. Аэрдроп ещё нужно попытаться как-то сегодня поймать. Если у меня это получится. Но для меня это не главная цель. Для меня главная цель настрелять, ну, хотя бы больше пяти фрагов. Три у нас уже есть. Но я хочу сделать даже, наверное, больше шести. Вот это пять, это минималка для меня. Ой, ну, слушайте. Неплохой чувак был, неплохой. Успел налутаться. Принёс нам дроп. Бомж деливери, собственно, работает. У него реддот. Давайте заберём реддот с вами, потому что... Ну, давай, заберём. А, всё. Немного пролагнуло. Это мой любимый прицел. Один из самых любимых. Я не люблю голограф, я люблю всё-таки точечку. Не знаю, почему. О, ещё ящик, смотрите. Кто-то ещё здесь умер. Хм. А, ну тут бомж какой-то. Так, а как бегать? А, вот я понял. Нужно просто подольше подержать. Ещё сверху кип спринт у нас работает, кнопочка. Я понял. О, тачка, тачка, дача. Забираем её, заводим, уезжаем. Всё, едем на мост. Посмотр... О, 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 пацаны, сковородочка. Да. А, как это работает? А как пересесть-то мне что-то, я не понимаю. Ладно, давайте дедовским методом просто вылезем и нажмём драйв. Всё, let's go. Блин, а я надеялся, другое будет управление у тачки. Это несколько неудобно. Ну или хотя... Хотя, хрен знает. Давайте сейчас, собственно, и проверим. Поедем. Как, мы только на практике можем проверять? Удобно это или неудобно? Аэрдроп, кстати, падал в ту сторону. Я видел. Я надеюсь, вы тоже видели. Я поэтому поехал в ту сторону, ещё заодно на мост. Так, ну в принципе, не сказать, что меня это бесит, но... Немного, немного... Можно врезаться так, знаете. Это прям... Ну... Не знаю, не знаю. Я вот пытаюсь сейчас почувствовать при тебе. Прям чмокаю, знаешь, так... Как сомелье. Сомелье пубэгэшный такой. Ой! Чуть не врезались. Опасно, опасно так ездить. Но если бы там было управление, как я при обычной ходьбе, знаешь... Тоже ведь, возможно, неудобно было. Так, ну не, нормально. Я еду. Не разбился. Это хорошо. Значит, нормально. Это самое главное. Самый главный критерий, собственно, проверки нашего с вами сегодняшнего шоу. Я... Какую хуйню несу? Стоп. Какое шоу? Мы едем убивать бомжей. Мы должны их найти в первую очередь. Мне интересно, а если я здесь буду ездить, начнут ли они в меня стрелять? Ведь езжу-то я медленно сейчас. Ну, блин, как интерфейс классно сделан. Просто он такой же. Мне так нравится эта игра. И карта такая же, считайте. Не надо какую-то карту там левую изучать. Что-то там вообще мучиться, париться. Вот здесь ты знаешь все позиции. Здесь ты уже, собственно говоря, живешь. Здесь ты... Здесь твой дом. Как и школа твой второй дом. Как и ПБГ твой третий дом, собственно, да? Крылатое выражение записывайте. А-а-а. Change seat. Видите, справа в углу. Я не заметил. Господи, слепой. Ну и сейчас я не буду проверять. Мы подъехали уже к мосту. Э-э-э. А давайте маяк. А где маяк? А маяк-то где? Слушайте, маяка-то нет. Хм. Если б я был маяком, то я б трубку курил. Нет, я хочу курить бомжей. Господи. Да как? Как можно курить бомжей? Хе. Хе. Никого здесь нету, да? Ну и слава богу. Давайте посмотрим. Может, кто с зоны там бежит все-таки, а? Может, кто-то байтит мост? 4х заодно проверим, как он работает. О! О! Просто по заказу, пацаны. Просто по заказу кому-то следует умереть. Ага. Ага. Надо наперед стрелять. Да. Все. Попадаю. 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 Наперед стреляю. И тебя я убиваю. Попрощайся с жизнью, чувак. Я надеюсь, ты с военки там хорошо навлутался. Потому что для меня твой дроп будет очень полезен. Я его готов забрать. Но если ты один бежал... Давайте подумаем. Убил ли он там всех? Это раз. И остались ли там люди? Это два. Ну, слушайте. Мне кажется, там уже никого не осталось. Поэтому давайте по-быстрому съездим. Время поджимает все-таки, да? А нам нужно ехать вот туда вообще. Неизвестно, куда прогнется зона. Ну, вот эти элементы вот все равно китайские. Видно. Вот винили, да? Сейчас выскочило. Типа предупреждение. Красная зона начинается. Она все равно как-то по-китайски, вот знаете, сделана таким вот стилем китайским. Вот таким вот. Прямо отдает. Прямо все равно чувствую. Вот это китайоза. Прямо вот такое. Отчаянно. Есть, есть такое. Знаете, как Пойнт Бланк вот чем-то напоминает. Там тоже двойное убийство. Тройное убийство. Если играли, помните. Чего я вспоминаю эту игру все время? Я школьником маленьким был. Донатил в эту игру все свои щеки или последние. Так. Давайте съездим на мост. Заберем лут, который он нам принес. И отправимся в зону дальше. Сейчас бы только вспомнить, где он умер. Ну, вроде как дальше. Да, ведь он в зоны бежал. Где-то вот здесь. Я стрелял в него. Так. Что-то не вижу ящика. Ящик. А, вот он где. Отозвался ящик. Отлично. У меня 30 секунд, чтобы облутаться и поехать сразу по зоне. Но, это хорошо. Мы успеваем все сделать. Энергетики есть. Но мне кажется, я даже успею это раньше сделать. Нежели она меня начнет жрать. Что у тебя было, братишка? О, ой. А неплохо, слушай. Неплохо. Третий целый шлем. Ну, блин. Так-то в этой игре это кощунство. Тебе ж никто в голову тут и не стрельнет. Ну, это я сказал после трех хедшотов. Ну, ладно. Но все равно, но все равно. Немного здесь не так. В голову вряд ли. В голову вряд ли ты словишь. И поэтому здесь нужен бронежилет больше, чем каска. Это я вот прям точно знаю. В мобильных играх в голову редко попадают люди. Это мне, может, сейчас повезло как-то. Потому что я сверху все-таки стрелял. Да, поэтому три хедшота. А так, в принципе, в мобильной игре тебе в среднем будут стрелять в тело. В голову редко. Тем более в ближнем бою. У всех кипиш, у всех паника. Сейчас я планирую как сделать? Я, наверное, остановлюсь на краю зоны. Потому что, ну... Там больше всего бомжей по краю зоны. Ты же сам знаешь, это правило. По краю зоны больше всего людей. Поэтому здесь мы с тобой и подчекаем. Мне показалось или справа как будто что-то лежало? На дороге что-то лежало. Давайте проверим, что это. Господи, я немного вот... Ну, знаете, все равно после ПБГ обычно вот эти вот действия медленно. Они такими роковыми, кажется. Но в игре... Вот сейчас я играю. Это я максимально быстро как могу нажимаю. Вот видите, я даже целиться пытаюсь долго. А, это мотоцикл был. Ну, ладно тогда. Так, но все равно. Мне кажется, кто-то бежит. Кто-то бежит и кто-то должен умереть от моих рук. Так. Показалось, наверное. А, это самолет полетел. Мне показалось, что кто-то рядом бегал. Лежа только ползал. Медленно так ползал. Или все-таки не показалось? Знаете, в ПБГ есть поговорка? Тебе никогда ничего в этой игре не кажется. Если что-то ты услышал, значит так оно и есть. А, две минуты до сужения. Мы на круизоне так же остаемся. Слышу. Это человек. Я слышу, это человек. Он рядом. Я же говорю, не показалось. Он рядом. Так, давайте попробуем задавить его. О, привет! Привет, привет, привет! А, твою мать! Ай! Нет! Нет, 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 нет. Да мне кажется, он не попадет. Слушайте. Кого? Кому? Я тут езжу по кругам. Давай, ну все, умирай, братан. В смысле? А в смысле ты не задавился так? А где ты? А! Да я даже как-то и не шелохнулся, слушайте. Как-то даже не напрягся. То есть я был уверен, что я его убью. Я его вообще задавил, во-первых. Почему он не умер? Вот немного отличия, конечно, от ПБГ обычной. Потому что там на такой скорости вроде как давится. Или нет? Блин. Теперь мне это интересно. Мне нужно теперь идти в обычную ПБГ и проверять на такой скорости, давится ли человек и умирает ли сразу. Да или проще ролики свои пересмотреть. У меня там часто фраги с машины. Бывают. Так, давайте поедем дальше. Я займу домик спереди, вот этот двухэтажный. Ну вот, крышу. У меня 4х есть, можно поубивать кого-то. О, чел справа. Вот этого я сейчас задавлю. Вот этого я сейчас задавлю. Ну, чувак. Ты был хорош. Ты был хорош, но нам надо срочно занимать позицию. Уже 11 в живых. Топ-10 однозначно уже наш. 6 фрагов. Я обещал сделать больше 5. Я выполнил свое обещание. Да, конечно, я же уверен, что ну че. Ну как, ну. Да не могу я, чтобы так мало фрагов сделать. Да чтоб не топ-1, да и кого. А то вот, блин. Я и батя такс, как говорится. Ну ладно, все. Ну че, ну все. Хватит самому себе жопу лизать. Не исключено, что у меня сейчас шальная пуля залетит. Я после этих фраз позориться только буду. Так, окей. У нас есть Скару. Но, блин. Я уже привык к Юмпу. И он меня хорошо сегодня спасает. У меня 2 фрага с Юмпа. И 2 дробовика. Один с машины. Странно. Странно весьма получилось. Но весело. Я забыл того чела пролутать. Ну и в принципе мне это уже не нужно. Я пытаюсь смотреть, кто с зоны бежит. И бегут ли они на меня. Угу. Но Скар, Скар я наверное все-таки возьму. Давайте я возьму его. Так, подползу наверное, да. Так, 4х у меня есть. Есть Red Dot. Давайте может быть. Так, я пока это скину. Я пока еще в размышлениях. Брать ли мне Скар. Потому что вся война будет у меня в этом городе происходить. Я уверен. Пока я скину наверное патрон. Да, вот эти зеленые. Собственно. Так, ну. Да, пускай они пока полежат. Но вдруг меня убьют. Я хотя бы патроны не принесу. Я же еще не уверен. Ну твою мать. Давайте телефон на зарядку поставлю. 10%. Я не хочу, чтобы у меня телефон разрядился. Когда я займу топ-1. И чтобы это еще не сохранилось. Это будет просто эпик фейл года. Сверху идет стрельба. Я так понимаю, они все там, да? Ну половина точно там. 7 в живых. Учитывая меня, значит 6 человек где-то еще на карте есть. Так, ну давайте попробуем их выцелить. Это для меня сейчас нужно. Необходимо. Занять топ. Я должен. Я должен. Я это сделаю. Я этого уверен просто в этом. Эээ. Блин. Может кто-то здесь есть. Может кто-то за баги лежит. Тут все-таки 7 человек. О, 5. Уже поубивали друг друга, пацаны. Ну все. Давайте тогда, наверное, берем скар. Нет. Сначала дробовик зарядим. На всякий случай. Да. Я беру скар. Я все-таки решился на этом. Да. Давайте все-таки попробуем. Я так подумал. Блин. Дробовик я показал. А скар я еще не показал за сегодня. Я же все-таки обзор делаю. Первый взгляд. Твою мать. Что-то я перепутал. Ага. Так, еще там патроны я сбрасывал. Понял. Так, давайте аккуратно сейчас все сделаем. Потому что 5 в живых, 6 убито. Ага. Ага. Забираем патроны. У меня есть 4Х. Аэрдроп. А куда аэрдроп упал? Интересненько. Интересненько. Так, никого нету, да? Да разве? Да разве? Ну пацаны, ну вылазьте. Я хочу уже убить кого-нибудь. Соскара, с 4Х. Будет замечательно. Так. На горе наверху я точно знаю, что есть люди. В домах по-любому тоже сидят. Ааа. О, стрельба, стрельба. Стрельба. Только я не понимаю откуда точно. То ли на горе, то ли у домов. То ли на горе, то ли у домов. В общем-то непонятно действительно по звукам. Но если они такие же как в БГ, значит это на горе. Аа. А, вон куда аэрдроп упал, я понял. Ну ладно, давайте на него не будем отвлекаться. Мне кажется, может кто-то и захочет в топ-4-то за ним побежать. А? Может есть такие у нас отшибленные люди на карте? Ну кто ж там воюет-то? Кто ж это? Кто ж это? Я хочу уже увидеть вас лицом к лесу. Давайте. Я хочу вступить с вами в конфронтацию. Я хочу повоевать с вами. Люди, добрые. Вылазьте. Камон, камон. Let's go. Ааа. Так. Да все-таки на горе. Три в живых. Еще один умер. Три в живых. Остался я и два чела. Один на горе. Так. Да, он вверху пробежал. Это я дверь открыл ведь, да? Немного испугался сейчас, пацаны. Я, видимо, мискликнул опять. Да хватит мне предлагать этот серф. Что это? Кому низ, что ли? Я видел, там чел вот бежал. Куда он бежал? Зачем он бежал? А, это ты, да? Ну что, умираем? Умираем. Я должен убить тебя с 4х с такого расстояния. Должен показать, что это реально в этой игре. Давай. Еще. Отлично. Отлично. Итак. Я остался один на один с каким-то челом. Которого я еще не видел. И позиции его я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что он находится в домах. Только каких? Потому что на горе пацаны перестали стреляться. И тут чел... Там чел вообще бегал. Очень вальяжно, так знаете. Он был уверен в том, что никого нету. И, соответственно, он мне передал свою уверенность. Давайте последние пейнткиллеры заюзаем. Потому что, ну все равно, ну что, конец игры. Куда мне этот лут, собственно говоря? А если в меня начнут стрелять, то у меня как бы хпшечка будет. Немножечко оно пополняться. Это преимущество дает. Не забывайте. Ай. Опять мискликнул. Господи. Это вот опасно. Когда один на один остаешься и мискликать. Вот так вот. Очень опасно. Это уже четвертый мисклик за сегодня. Господи. Ну как так, Леха? Как так? Что ж ты делаешь? Ну я дождусь. Я дождусь. Я выиграю эту катку. У меня очень охренительная позиция. Она прям топовая. И единственная возвышенность. Удобная. С укрытием на сегодняшний момент. Ну да. Больше некуда залезть здесь. Собственно, он внизу будет. Либо у меня в доме. И начнет меня рашить. Ну я аж не думаю, что в этой игре они так делают. Поэтому... Но я все-таки ставлю на то, что дома слева. Их слишком много там. Зона пошла. Если он не в зоне, ему придется идти. Давайте я поставлю реддот. С него еще вроде не стрелял сегодня. И с него попробую убить. Ага. Где ж ты? Где ж ты? Где ж ты? Где ж ты? Миленький, родной. Вылазь. Ну вылазь. Ну вылазь. Ну все. Ну камон. Ну победу. Победу. Вместо обеда. Давай мне. Жрать уже охота. Минута 30. Зона на меня ушла. Зона ушла на меня. Мне не нужно менять позицию. Удобно. Так. Движение какое-то нет? Нет. Показалось. Ну мужик. Ну мужик. Несерьезно. Давай. Вылазь. Вылазь. Я уже нервничаю. Что я тебя потерял? Ну давай. Что за программа? Жди меня. Ну господи. Мне что? Фотографию твою на лоб приклеить? Вижу. Вижу. Нашелся. Нашелся родименький. Ай. Пока. До свидания. Я-я-я. Я-я. Ну что? О май гад. А чел ты не умер? Слушайте. А сколько раз я в него попал? А чел ты не умер? Тогда 4х в бой? Да. Где же ты? Где же ты? Где же ты? Справа слева вылезешь. Слушайте. Что-то затаился человек там. Я уже заикаюсь. Мне страшно немного. Но хотя я уверен, что я его убью. Позиция-то у меня. Но все равно. Все равно. Топ-1. Надо забрать. Вижу. Он все-таки остался там же, где и был. Что? Что ты делаешь, мужик? Ты что, дурак? Я его окно убью так? Ой, слушайте. Испугался. Ой. Ой. А что, ты лечишься? Он лечиться может даже. Слушайте. Он решил сесть в будку, которая за зоной. У него 4 секунды. Ну что? Прощайся с жизнью, мужик. Я не знаю, какими навыками кунг-фу тебе нужно обладать, чтобы меня сейчас перестрелять. Да, у меня закончились патроны практически. Ну что? Ты выходишь или нет? Или что? Или за зоной будешь умирать? Я что-то не понял. Стоп. Мужик. Вылазь нахрен. О. Все. Топ-1, пацаны. А-та-та-та-та-та-та. Отлично отыграл сегодняшнюю первую катку. Я только зашел в игру, а уже сделал топ-1. И 8 фрагов. Ага. Нам дают какие-то даже бонусы. Ну а ты, братишка, напиши. Хочешь ли ты видеть, чтобы я делал крутые топовые катки с фрагами с топ-1 по ПБГ мобайл, так же, как и по обычной ПБГ? Обязательно напиши. Я должен знать, что вы этого хотите, что ты этого хочешь. Ну а с тобой был Такси. Я с тобой прощаюсь. До скорой встречи. Пока и удачи на полях битвы в Player Now, Battlegrounds и даже Mobile.